Привет, друзья! Меня зовут Артём, и вы смотрите мой музыкальный видеоблог о такой разной, но интересной музыке. И сегодня в выпуске мы говорим с вами исключительно о японцах. Я Суши Йошидо, современный композитор, делающий очень красивую инструментальную музыку, состоящую из клавишной, акустической гитары, скрипки, виолончели, барабанных трейлей, металлофонов, колокольчиков, электроники, теннисных шариков и бьюсь об заклад на такое ощущение, что где-то там звучит соло на пиле. И выглядит это очень круто. Японская музыка вообще доходит до нас очень ограниченным тиражом, в отличие, например, западной или европейской. Поэтому, по-моему, просто замечательно, что есть возможность урвать хотя бы немного, да ещё и, не побоюсь этого слова, в таком волшебном виде. Вам всего-то нужно уделить 46 минут и 44 секунды своего времени, чтобы на деле убедиться, о чём я говорю. Не поленитесь. Внимание, вопрос. Как большинство людей воспринимает аниме? Правильно. А ведь оно бывает разное. Поэтому следующий релиз — это саундтрек к аниме под названием «Бэк». Кто хочет, может заинтересоваться и самим сериалом. Это одно из лучших произведений о музыке, пусть и нарисованное. Но пока не об этом. Да, эта музыка приближена к западу, что неудивительно, но японцы берут и делают всё по-своему. Как следовало бы делать всем. Тут вам и фанк, и акустические композиции, и энергичный панк-рок, и альтернативные риффы, и популярная музыка, и дух рок-н-ролла, и даже рэп. Лично я до этого ни разу не слышал рэпа на японском. И не пугайтесь, что ни слова не поймёте, потому что больше половины треков всё равно на английском для пущей доступности зрителю. Бэк. Эх, я тебе не передал. Нет! То. 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 Такое короткое название, а так сложно произнести. Опять-таки, по большому счёту, инструментальная и очень эмоциональная музыка. Официально это что-то среднее между мат-роком, пост-роком, альтернативным роком и джаз-фьюжн. Но! Кому какое дело, вы только послушайте. А точнее, посмотрите. Потому что сначала я бы посоветовал вам сделать именно это. Да, альбомные записи звучат хорошо. Там немного другие акценты, там более проработанный вокал. Но всё это не так важно, когда видишь, как эти парни растворяются на сцене в том, что делают. Лично я влюбился в них с трек под номером 8 в плейлисте, а уже потом оценил всё остальное. Но вы начнете сначала. На сегодня всё. Японский выпуск подошёл к концу. Всю музыку вы можете найти по ссылкам внутри видео или же в группе в ВК. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, берегите себя, но самое главное – слушайте. Новый? Если тут был бы член такой, он в голову – ну и попус. Ха-ха-ха-ха!